Микс Ньюс. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа Диагноз недели. И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы стали нерегулярно встречаться, но сегодня все-таки увиделись. Мы с Вадимом Родионовым опять на посту. И готовы говорить о важном. О важном. Зачем-то тратить время на неважное. Сегодняшняя тема посетила меня, исходя из частностей. В последнее время мы с моими пациентами часто разговаривали о том, почему люди начинают переходить на психотерапию и потом как бы случайно делают все, чтобы ее саботировать. То есть человек сам хочет, сам приходит и сам саботирует. Да. Человек приходит, вроде добровольно приходит, звонит, рассказывает о том, что ему плохо, рассказывает о проблемах, которые он хочет разрешать. И вдруг начинают самые странные истории. То вдруг человек начинает пропускать наши встречи, то вдруг человек говорит, ну, мне нечего сказать. Ну, просто нечего и все. А такое ведь может быть. Да. Ну, оно может быть, под этим что-то есть. Или человек начинает говорить, что вы мне хотите. У меня вся жизнь такая. Я уж иногда все в своей жизни не довожу до конца. Я ничего не делаю. Если что-то хорошее происходит, только случайно. Я уж такая обреченность. Я не жду в своей жизни ничего хорошего. Я не хочу ничего менять при этом. Да. Вроде прихожу за переменами, но при этом заранее оглашаю, что, скорее всего, ничего не получится. И я начал потом размышлять. Сначала, исходя из того, что происходит с конкретными пациентами, потом я подумал, что люди же часто саботируют не только собственную терапию, только часть их жизни. Люди часто саботируют, в общем, собственную жизнь. То есть, подавляя свои желания, свои эмоции, свои какие-то цели. Так это происходит? Подавляют желания, принимают разрушительные решения, совершают некие разрушительные действия или разрушительные бездействия. И еще много всего. Люди могут саботировать практически любую сферу своей жизни. Начиная от терапии, продолжая личными отношениями, профессиональными отношениями, собственное здоровье и еще множество всего. А в чем причина? Почему этот саботаж кажется человеку необходимым? Или, если не кажется, если мы говорим о бессознательном, почему он, собственно, делает и осуществляет такие действия, направленные на саботаж? Как было некогда модно говорить, это вопрос на миллион долларов. Я думаю, что причина, как всегда, бессознательна. Мало кто хочет сказать, осознанно я готов разрушить, уничтожить себя, свою жизнь и все вокруг. Но если человек это и может сказать, то находясь в очень глубокой депрессии и в отчаянии. Давайте, может, пойдем больше все-таки от частного сначала, а потом к общему. Ну, какие мы видим способы саботировать свою жизнь? Что такое саботаж? Это когда мы препятствуем исполнению чего-то, препятствуем неким планам, то, что мы должны делать, мы делаем максимально плохо, специально с целью получить плохой результат. Но это вредительство, по сути. Ну, вредительство – это немножко другое. Если я, не знаю, работ на железной дороге, взрываю рельсы и пускаю под откос поезда, это вредительство. Но саботаж содержится, согласитесь, элемент вредительства. А если я просто не делаю то, что должен, откладываю выполнение необходимых приказаний и так далее, это саботаж. Так вот, у людей саботажство в жизни с помощью бездействия, как и с помощью действия, распространённая вещь. Начнём с той самой терапии. Ну, раз уж я с этого начал. Отчего человек начинает саботировать себя? Вообще человек почему приходит? Очевидно, уже некоторые разрушительные тенденции в нём заложены. Человеку плохо. Есть некий стимул пойти к психиатру. Правильно? Человеку плохо. Но это плохо зачастую тоже результат некой цепочки событий. И обычно не случайных. Осознаваем или неосознаваем – это другой вопрос. Но человек приходит, потому что его жизненный сценарий снова и снова приводит его в тупик, к болезненным ситуациям, к разрушенным отношениям и к тому подобным вещам. А почему это происходит? Потому что человек приходит за помощью на каком-то осознанном уровне. А на бессознательном уровне стремление к саморазрушению продолжает работать. На бессознательном уровне человек почему-то снова и снова хочет возобновлять ситуации, чреватые крахом, чреватые отчаянием, разрушением самых важных для себя вещей, разрушением своего здоровья и так далее. Когда человека напрямую спрашиваешь, почему это, естественно, ответить на это не может. Почему? Потому что причины все те же бессознательные. То есть то, что нас отправляет, не всегда мы способны осознать. Да. Да. И человек приходит, начинает вроде бы искренне с тобой сотрудничать, но стоит тебе в этой работе пробраться куда-то поглубже и начать прикасаться к более глубоких, более болезненным вещам, возникает тот самый феномен сопротивления. И человек начинает изо всех сил, сам не понимаю почему, избегать терапевтического воздействия. Ему очень хочется сохранить ту болезненную болевую точку в себе, не позволить к ней прикоснуться. Это вопрос привычки. Вопрос некого, как бы это, может быть, парадоксально не звучало, комфортного состояния, когда человек знает, как ему жить с этим болезненным состоянием. И когда возникает угроза этому болезненному состоянию, то он пытается этого избежать. Такое может быть, как стокгольмский седро в какой-то степени? Бывает глубокое убеждение человека, что ничего, бессознательное, естественно, ничего хорошего ему не положено. Он не заслужил, не достоин. У меня есть любимый пример из рассказов одного моего пациента, очень достойного человека. Когда-то, когда он был еще практически подростком, ему родители подарили крайне навороченный ноутбук. Мечтали бы его со всеми возможными вещами, то, чего любой был бы счастлив. А он расплакался. Он кричал, зачем вы мне это подарили? Зачем? Вы потратили на меня столько денег. Он был в совершеннейшем отчаянии. То есть реакция оказалась удивившей его самого и всех окружающих. Что это? Это то, о чем мы говорим. Человек внутренне глубоко убежденный, что он плохой, что ничего хорошего ему не полагается. И можно себе только представить, если эта ситуация возникает на уровне, в каком прямом, подарка, какие еще вещи, события важные в своей жизни человек пытается разрушить, отказаться от них, избежать чего-то хорошего с ним может произойти. Это вопрос формирования комплекса, получается? То есть комплекс, который не позволяет человеку чувствовать себя уверенным, и, соответственно, принимая подарок, он думает, что он этого не заслужил. Можем назвать это... Смотрите, самое простое, конечно, объяснение, что сопротивление – это основано на том, что когда-то крайне болезненная информация была вытеснена в бессознательное, чтобы не мучить, чтобы не травмировать нас снова и снова. Когда мы пытаемся туда добраться, извлечь ее снова осознать, прожить ее заново, включаются все возможные механизмы защиты. Это как ребенок, которого лечат зуб, а он вяжет, брыкается и кусает стоматолога. Хотя вроде монополиза, но изо всех сил болевую точку убрать от любого прикосновения. Потому что для того, чтобы не болело, нужно, чтобы в какой-то момент заболело сильнее, когда будут сверлить этот больной зуб. Более глубокий подход к этому. Я таких людей тоже встречал. Это люди, которые затвердили не то, что это бессознательный сценарий, люди затвердили как мантру. Они повторяют снова и снова, что они не заслуживают хорошего. Что я должен. Я должен постоянно заботиться, делать счастливыми окружающих. Хотя в таком состоянии он счастливым делать не может. То есть бесконечное самопожертвование мне приличество. Есть такое слово. Как раз недавно мы разговаривали с одной моей пациенткой. И она сказала, что вот я должна все делать самоотверженно. Я говорю, ну вы вздумайтесь. И чувствует слово самоотверженно. Что это значит? Отвергать себя. То есть понятно, что в военных историях, о подвигах человека, который сам погибает, товарища выручая и так далее, это рассказывается как легенда с несомненно положительным смыслом. Человек, отвергающий себя постоянно в повседневной жизни, это тоже традиция. Это тоже привычка. И трагедия. Традиционная трагедия. Можем это назвать так. То есть человек даже не понимает, почему, но он твердо знает, что я, это тоже должно быть отвержено. Я, это тоже должно быть подавлено. Мои желания, мои эмоции не заслуживают внимания. То есть я не заслужил этих чувств, не заслужил этих эмоций, не заслужил этих действий, не заслужил этих решений. То есть человек фактически обрекает себя на жизнь жертвы. Отправляет это все в подсознание и, в общем-то... Мы опять прикасаемся к тому, что человек саботишь собственную жизнь. Одна из причин, на которой этот саботаж основывается, это глубочайшие чувства вины. Причем это чувство вины совсем не всегда по ходу терпичек вначале осознается. Человек говорит, нет, ну что, ну просто я считаю, что он должен заботиться о моих родителях, бабушках, дедушках, обо всех на свете, должен помогать страждущим. Я должен помочь любому, всем и каждому. Это не вина, это просто хорошо и правильно заботиться о всех. Когда человеку задаешь вопрос снова и снова, а где же в вашей жизни вы сам? Человек теряется, потому что он пытается нащупать себя, а там кроме чувства вины и долгой перед всеми пустота. Откуда берется это чувство вины? Это отдельная история. Естественно, я как психотерапевт не оперирую понятиями кармы, прошлой жизни и тому подобных вещей. Наверное, может, не существует, но я размышляю в рамках этой отдельной... Доказательной медицине. Да. И понятно, что чувство вины бессознательное и очень несправедливое приходит откуда-то из детства. Потому что если мы люди взрослые, мы совершили какой-то проступок по ошибке, мы кого-то обидели, что сделали не так, мы чувствуем себя за это виноватыми, мы стараемся эту ошибку исправить. То есть мы понимаем, что мы сделали не так, мы стараемся кому-то компенсировать ущерб, мы стараемся загладить свою вину, и мы осознанно делаем какой-то набор поступков. А что делать, когда вина бессознательна? Когда мы не осознаем. Да. Но мы ведь можем докопаться. Чувство есть, а сознание нет. Поэтому мы снова и снова заглаживаем некую вину, которую мы даже не осознаем. Это может продолжаться всю нашу жизнь. Но чувство вины ведь – это одно из самых разрушительных чувств, которые есть у человека. Если не самое. Если не самое. Очень много других чувств разрушительных находит себе источник именно в чувстве вины. Я в этом глубоко убежден. Ну, что мы еще, так говорим, саботажа своей жизни – саморазрушение. Тема, к которой мы неоднократно прикасались. То, что называется тонатос или мартида, заложенный в человеке инстинкт энергии саморазрушения. То, что когда-то Фрейд сначала говорил о либидо или энергии эроса, сексуальной энергии, которая трансформирует в самые разные другие виды энергии, позволяет нам творить, созвать какие-то вещи и так далее. Далее, впоследствии ученица Фрейда – Сабина Шпильрайн, которая, кстати, родом из России, сформулировала эту теорию тонатоса. А потом Фрейд тоже взял ее на вооружение. Разработала более детально. И тут как раз самые простые примеры у нас. Наиболее простые. Любые зависимости. Неважно, это алкоголизм, наркомания, азартные игры. Любая зависимость приводит к саморазрушению. То есть, это и есть уничтожение себя. Ты делаешь все, чтобы перестать существовать. Ну, то есть, ты хочешь уйти от этого мира. Уйти от мира в некий нереальный. Ты хочешь уничтожить себя, правда. Считается, что, в общем-то, некоторые даже из энергии саморазрушения, из акта саморазрушения способны черпать некую психическую энергию, которая позволяет им жить. Я даже знал человека, очень достойного человека, очень высокоинтеллектуальщик, который говорит, да, это Тонатос, но он позволяет мне для моей жизни, для моей деятельности получать огромное количество энергии, которую я могу с толком использовать. То есть, Тонатос может быть использован во благо? Или, по крайней мере, с ним можно договориться? Договориться вряд ли. Очерпать энергию для помощи кому-то, но неизбежно разрушая себя при этом, очевидно, тоже возможно. То есть, это такой чернобыльский реактор, который в любой момент может взорваться? Входит на костёр. У Маяковского, по-моему, была такая любовная лирика. «И только боль моя острей стою огнём обвид, на несгорающем костре немыслимой любви». Вот, мне кажется, тоже пример саморазрушения дарёт неимоверную энергию. Мы помним, чем закончил Маяковский. Он застрелился. Да, но при этом он оставил после себя очень много. И это, очевидно, тоже энергия Тонатоса в чём-то здесь поучаствовала. Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, затем вернёмся и продолжим. Программа «Диагноз недели». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем. Это программа «Диагноз недели». Телефоны прямого эфира в нашей студии. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, также пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Ареля Резник-Мартов, врач-психиатр, работает в студии. Продолжаем тему самоотречения, саботажа и так далее. Мы говорили об энергии Тонатоса, энергии о разрушении. Это тоже что-то даёт. Но мы же сможем вспомнить людей из истории, вошедших в полости, отвергали мирские блага, умерщвляли плоть и так далее. Как будто среди ком ставились на службу некой высшей идеей. Служению Богу, служению людям и тому подобные вещи. Но вот что-то тоже было в большой степени саморазрушением. Это было разрушение своего здоровья. Это люди, отрекающиеся от создания семьи, от каких-то отношений, целиком приносившиеся в жертву некой идеи. И приносившиеся в жертву идеи, тоже есть та самая энергия саморазрушения. То есть, я никто. Перед лицом идеи, соответственно. Ведь это культивируется часто. Моя жизнь ничего не стоит, главное, чтобы и так далее. Ну, это, наверное, философика шахида. Или большевиков, кстати. Ну, большевики, мне кажется, во множестве своём, помимо идеи, никто вполне себе отвоёвывали пространство этой земли. Ну, по крайней мере, декларировали такие идеи. Где ещё человек может прекрасно саботировать свою жизнь? Ну, самая простая вещь. Люди совершенно чудовищно относятся к своему здоровью. Ну, надо сказать должное, что это, конечно, распространённая вещь. Я думаю, что мы все, даже примерив к себе, можем найти, что мы часто игнорируем какие-то серьёзные проблемы, пока анализы или врач нам не скажет, что пора принимать срочные меры. И ты вынужден бежать и что-то делать. А здесь нет отрицания, кстати, когда мы хотим загасить в себе и страх, который возникает, потому что я слышал неоднократно от людей. Да и сам я иногда ловлю себя на мысли, когда идёшь к врачу, боишься, что найдут что-то, хотя вроде бы, казалось бы, но ничего не должно быть. И анализы сдавать страшно, потому что могут найти какие-то отклонения. Многие люди просто боятся это делать. Здесь есть две стороны процесса, причём с похожим источником. Один источник – тревога и страх, которые тебя заставляют бежать к врачу при любом маломальске значимом симптоме, даже незначимом. Да, у человека появляется какая-нибудь родинка, он немедленно решает, что это меланома, и бежит обследовать. У человека начинается кашля, он думает, не рак ли это лёгких, не дуберкулёз ли, и бежит обследоваться. То есть те люди, которые осаждают врачей и лаборатории. Это, конечно, лучше, чем полностью игнорировать свои симптомы, но тоже удивительно такая жизненная износ, жизнь в постоянном страсте. Обратная сторона этого, когда человек где-то куда хуже, когда человек видит, что всё плохо. В самых разных сферах. Когда человек ощущает, что у него тяжёлое, что отвратительное самочувствие, что у него боли в сердце, что у него повышенное давление, он никуда не идёт. Он находит все какие-то объяснения, и регулярно до меня доходят истории, как кто-то умер, так и не собравшись к врачу. То есть я подумаю об этом завтра. Такой принцип, правда? Ну, вроде это. Некоторые же доходят до врача, им врач говорит, вам надо срочно. Он говорит, да-да, но потом. Вот мне сейчас надо сделать ещё всякие дела. Я, к сожалению, лично знаю людей, которые так не успели сделать дела и не успели вылечиться. Это печальная история. Но это саботаж в своей жизни или это что-то другое? Разумеется. То есть человек понимает, что есть проблема, осознаёт, что есть проблема, но тем не менее ничего не делает для того, чтобы её решить, или делает слишком поздно, когда решить уже нельзя. Это то же самое. Ну, это, в общем-то, уничтожение себя, разрушение себя в самом прямом смысле слова. Причём, ну, мы все этим грешны. Я, в общем-то, в подобных вещах ловил и себя, но, к счастью, мне хватало здравого смысла, чтобы преодолеть разрушительный импульс, отправляться к врачам, предпринимать какие-то действия и, в общем-то, выправлять ситуацию. Мы знаем людей, которые... Ладно, есть люди, которые разрушают только себя. Людей, которые страдают различными инфекционными заболеваниями, туберкулёз, неприятный фон, венерические заболевания и тому подобные вещи, туберкулезы не идут лечиться, при этом они продолжают инфицировать людей вокруг себя. То есть они становятся бактериологическим оружием, фактически. Да, и дело не в том, что они ненавидят окружающих. Они просто настолько прячутся от реальности, что контакты с окружающими, ну, я здоров. Мне не о чём переживать, значит, вам не о чём переживать. То есть человек, будучи болен, опасными с социальной точки зрения заболеваниями, утверждает, что он здоров. Да. И это такая защитная реакция, и это тоже саботаж. Конечно. Потому что всё это ведёт к разрушению. Но не только себя уже, соответственно, уже работают с другими. Если человек разрушает себя, с чего ему жалеть окружающих. Есть люди, я такие, которые, к сожалению, знаю, у которых есть подозрения на злокачественную опухоль, они знают, что она есть. Они, к сожалению, не идут к врачу, они это откладывают. Всё время тушить, их много дел, потому что много дел на работе, сейчас не до того, хлопоты и так, таких людей… Ну, может быть, это попытка обмануть себя в том числе. У меня есть эта болезнь, но я буду заниматься тем, чем я занимаюсь обычно. Ничего не меняется, ничего не изменится в моей жизни, и, соответственно, мне кажется, что этого нет. До боли жалко, но, к сожалению, никто не может на них десантироваться и за волосы оттащить к врачу. Но это отрицание же, нет? Это отрицание. Затемившаяся стадия, может быть. Людей вот с таким отрицанием очень много. То есть, это отрицание, это тоже, можно сказать, что саботаж? Конечно. Я думаю, что отличный пример саботажа – это борцы с вакцинами. Это особенно неприятные люди, на мой взгляд. Тут связано ещё, может, личные отношения, потому что, ладно, человек саботирует собственное здоровье. Человек, саботирующий здоровье собственных детей, исходя из самых разных псевдонаучных теорий, это особенно неприятно. Но там ведь есть интересный парадокс. Эти люди, которые выступают против вакцинации, при этом рассчитывают на то, что другие вакцинируются, потому что тогда создаётся вот этот искусственный иммунитет. Ну, то есть, определённый процент людей, которые вакцинировали, обеспечивает, в общем-то, защиту всех остальных. Да в том-то и дело, что они уже нет. То есть, темняется и в этом. Я слышал такую точку. Ну, вот сейчас прошедшая по миру эпидемия кори, которой давным-давно в таких количествах не было. Кстати, до Стамбалтии тоже добралась. Да, это достаточно серьёзная проблема. Тоже потому, что количество невакцинированных людей, невакцинированных детей выросло в угрожающих количествах. И достигло порога, при котором это начинает угрожать окружающим тоже. Вакцинирование, вот эти люди саботируя, в общем-то, они саботируют свою жизнь и жизнь других, получается. Призывая достаточно агрессивно. Они достаточно агрессивно часто бывают к тому, чтобы люди не вакцинировали. Но в их собственных глазах они, естественно, не считаются саботажниками. Они борцы с заговорами фармкомпаний, которые наживаются на вакцинах. Они спасают детей от аутизма и ещё от чего-то. При том, что, может ли, опять обвинить фармкомпанию в страшном заговоре? Но, насколько я знаю, никакие исследования не подтвердили связь вакцины с аутизмом. Кстати, ведь это достаточно популярная история, потому что я тоже знаю людей, которые убеждены, что их ребёнок после вакцинации стал аутистом. И когда приводишь данные, которые в том числе и ВОЗ публикуют, что нет этих доказательств, никто это не доказал, то там уже вопрос веры я знаю, потому что после вакцинирования у моего ребёнка развилось это заболевание. Мы точно так же можем вспомнить людей, которые сторонники некоторых течений, которые по религиозным направлениям не позволяют переливать кровь. ни себе, ни что ещё хуже собственным детям. И умирают при этом. Дети умирают, и они умирают. И это, вот я практически уверен, что люди, принимающие на себя полностью веру, которая позволяет ставить под удар собственную жизнь и жизнь собственных детей, очевидно, их вера упала на заранее подготовленную почву, в виде какой-то травмированной личности, который этот инстинкт разрушения и саморазрушения уже был, уже присутствовал. А любые убеждения, неважно, религиозные, политические, могут прекрасно, бессознательно тоже использоваться, этим инстинктом саморазрушения, дабы получить тот самый результат, который они бессознательно ищут. Здесь ведь можно говорить и о политической составляющей, потому что условное разделение на либералов и консерваторов, и то, что некоторые люди не подают руки тому, кто не соответствует их взглядам, здесь тоже ведь можно найти элементы саботажа. Человек выключает из своей жизни кого-то другого, он саботирует другую точку зрения, и он таким образом ограничивает свою жизнь, нет? Или это слишком… Ну, саботаж ли это? Мне кажется… Это слишком простая аналогия. Мне кажется, что… Я бы, наверное, сказал, что когда люди из-за политических, вполне себе абстрактных проблем расстаются с друзьями, с которыми дружили всю жизнь, родственники, братья и сестры, родители и дети, перестают общаться друг с другом, люди фактически разбивают многолетние узы, вот это тоже достаточно похоже на саботаж, на разрушение себя. Мы можем вспомнить, не знаю, Шолохов про за времен гражданской войны, где по разные стороны фронта оказывались члены одной семьи и убивали друг друга, и казнили друг друга. Но, окей, была ситуация, когда все было в огне, и люди… Пролитие крови было чем-то практически неизбежно. Ну, и там, наверное, у кого-то человечность могла забладать, у кого-то нет. Но вот сейчас, в наше время, когда все это происходит, это тоже похоже на разрушение. Человек лишает себя близких людей. Он представляет себя политических единомышленников, но лишает себя людей, с которыми был связан дружба и взаимной поддержкой, любовью и так далее. Это очень грустная история. То есть, получается, если почитать социальные сети, Фейсбук, все эти баталии, которые там случаются, что очень многие саботируют себя, саботируют свою жизнь, саботируют… Ну, в общем, занимаются саботажем. Вот в том смысле, в котором мы говорили. Социальные сети – это тоже только инструмент. Но это маркер, нет? Ну, смотрите, мы же в тех же социальных сетях видим, как за короткий срок собираются десятки и сотни тысяч евро в помощь больным людям. Другая крайность. Несомненно. Хорошая. Чужая крайность. Не крайность. Это не крайность, это хороший инструмент созидательный, спасающий жизнь. Но те же социальные сети, используемые для разрушения, для разгорающейся вражды и ненависти, конечно, это деструкция. Но при этом одни и те же люди могут практически сжечь напалом риторически друг друга в соцсетях и потом жертвовать деньги абсолютно искренне больному ребенку или человеку, который в этом нуждается взрослым. Один мой знакомый вегетарианец снимает с шампуру с сок свиного шашлыка. Вот такой вот во мне мучительный дуализм. Такие бывают истории. Что еще? Какие варианты может переварить? А, семейные отношения. Семейные отношения, где, наверное, это тяга к саморазрушению, унаследованная или полученная в собственном детстве, тоже инфицирует твоих близких. Ты передаешь ее своим детям, волей не желая им зла. Ты передаешь ее своим мужьям, женам, кому угодно. То есть разрушение – это бессознательная идея, которой проникнута твоя жизнь. И ты совершаешь ошибки, некоторые из которых поправимы, а некоторые, к сожалению, нет. И мне кажется, любому из нас, когда мы начинаем войну с близкими людьми или ведем себя так, что наши близкие страдают, это, кстати, часто бывает поводом для человека прийти на терапию. Человек приходит и говорит, вы знаете, у меня в семье какой-то ужас, если ничего не изменится, то мы расстанемся. И сейчас ко мне приходят люди, которые воюют в огне этой войны, сгорают их дети, сгорают какие-то связывающие добрые вещи. И я уверен, что это тоже не просто так. Потому что когда люди лишены способности к переговорам… У нас звонок? Да, давайте примем его. Так, только что был сорвался, я напомню, телефон прямого эфира. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Вот мне кажется, что люди как-то разучились, а может быть, они умеют разговаривать, договариваться, в той же семье или соседей. Ведь есть очень много общих каких-то дел. Но почему бы не договориться так, что вот у тебя такие убеждения, у меня такие. Я уважаю твои убеждения, мы будем делать вместе какое-то дело, но не касаться наших убеждений. Мне кажется, именно не умеют люди разговаривать, договариваться. Спасибо. Да, спасибо. Но вот не всегда хотят люди. Ну, не всегда хотят. Во-первых, не всегда способны, потому что это разрушительный инстинкт, них просто пылает. А потом, для того, чтобы хотеть договариваться, нужна хоть некоторая способность сомневаться в своей правоте. А это редкость. А это редкость, потому что вот это упоение от ощущения себя правым и правильным – это страшная штука. Я думаю, что вы почти каждый может найти среди знакомых человека, который бесконечно всех получает, который имеет свое единственное верное мнение по самым любым вопросам, который будет получать, снисходительно получать, или в оскорбительной форме получать. Ну, будет делать… Ну, причем он не может не видеть, что никаких положительных результатов этого нет. Но он не может остановиться, потому что тоже вот этот саботаж от нашей собственной жизни, он пылает. Это единственный способ чувствовать себя хорошим – это ощущать себя правым. Вот о чем мы часто говорим, что вообще правота в этой жизни не самая главная. То есть, получается, что человек, который не сомневается в своей правоте, он тоже саботирует свою жизнь. Можно так сказать? Можно. Потому что человек, не сомневаясь в своей правоте, он заблуждается. Если он заблуждается, это заблуждение так или иначе сказывается на чем угодно. На его работе, на его отношениях с людьми, человек не способен сказать себе что-то со мной не так, совершает ошибки, и не все из них поправимы. Но это сознательно или бессознательно? Конечно, бессознательно. То есть, человек искренне думает, что он прав. Конечно, бессознательно. И он не сомневается в том, что он говорит. Это… И вот сказать, это разрушает все. Карьеры, отношения, здоровье. Я прав, это не подлежит сомнению. Любой человек, который будет тебя пытаться переубедить, он как враг. Но я знаю таких людей. Они агрессивны достаточно. Они агрессивны. Смотрите, мы сегодня затронули столько тем. Здоровье, работа в терапии, с чего мы начали, профессию, отношения в семье, отношения с окружающими тебя людьми. Наверное, самодействие сейчас подумаем, то, что происходит в мире экологические катастрофы, это разрушение всего и вся, это тоже в какой-то мере саботаж. Это природа. Которая саботирует сама себя. Она же вызывает цунами, вызывает ураганы. Я думаю, что в какой-то степени природа – да. Но когда мы приходим в тот же лес, и мы находим груды мусора, которые людям просто легко было бы собрать и увезти куда-то, а это все валяется и накапливается. Это тоже, мне кажется, когда человек разрушает среду вокруг себя. Но это ведь бескультурное поведение. Бескультурное, но поверсти. Почему это происходит? Делали просто в отсутствии культуры. Нет, я думаю, человек не должен быть очень просвещенным, очень образованным, очень воспитанным, чтобы прибрать за собой мусор. Вот я вчера, будучи на пляже в Юрмале, как раз обратил внимание, что около скамейки валялись недокуренные сигареты. И меня вызвало это чувство, конечно, не очень приятное, потому что не так сложно взять этот бычок, спрятать его, унести и выбросить в Урму. Тем более, там все в порядке с этим. Я задумался, для чего люди это делают, но это же несложно. Ну, конечно, легче выбросить в песок и закопать. Но ведь несложно сделать и донести до мусора. На самом деле, что-то бы бессознательно движет. Кстати, вот мне недавно уже несколько раз попадалось, очень понравившаяся мне история. Люди занимаются бегом и при этом собирают мусор на бегу, выбрасывают всякие отходы. Мне очень понравилось. Это полезно и приятно можно совместить. Только что у нас был звонок, сорвался. Я еще раз напомню, телефон прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, это Владимир Владимирович. Да, Владимир. Здравствуйте. Это ваша профессиональная помощь, как сами связаны, где вы идите, прием. Не подскаживайте. Как меня найти? Да, я как вас найти. Ну, мне нехорошо никак не хоро звучать. В эфире мои телефоны. Вы наберите в интернете «Ариэль Резник Мартов». Это интернет, да. Ну, и когда идете. Ариэль Резник Мартов. Да, спасибо. Вам 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Звоните нам, у нас остается буквально 2-3 минуты. 3 минуты, подсказывает нам звукорежиссер. Примем еще звонок у нас есть. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Это я или не вы? Это вы, вы позвонили на радио «Болтком». Как вас зовут? Спасибо. Значит, я попался. Согласен, все, что человек говорит, Резник Мартов, да, но есть такая система еще, извините, отдать и взять. Вот и все. И что вы хотите этим сказать? То, что он хорошо, то, что, да, он действительно правильно все говорит, но надо еще, человек, когда берет, тогда он, ну, если он взял это на себе, эту тему, то он должен, ну, в общем, ну, не трудно сказать. Да, мы вас не совсем поняли, но как бы мыслить… Это глубокая мысль, но я не до конца все-таки ее понял. У меня не хватает времени конца передачи, чтобы все ее осознать и ответить. Тогда давайте подведем итог нашего эфира. Мы говорили сегодня в течение часа о саботаже собственной жизни. Ну, и если вот, в общем-то, наверное, традиционный вопрос в конце программы, когда стоит задуматься о том, что что-то не так. Я думаю, когда ты так или иначе замечаешь, что в твоей жизни происходит нечто разрушительное, некий упадок. Неважно, здоровье, отношения, профессию. Если происходят вещи, которые ведут к ухудшению твоей жизни, к ухудшению самых разных ее сфер, как минимум стоит задуматься, это случайные эпизоды или я волей-неволей делаю все, чтобы осложнить и ухудшить собственную жизнь. Если я это делаю, это явно с точки зрения нашей логики состояния глубоко и рационально, возможно, какие-то причины более глубокие, до которых я пока не могу додуматься. И, возможно, стоит посетить кого-то из моих коллег для того, чтобы разобраться, что со мной происходит, как вы на самом деле у этого последствия и как это остановить и изменить. Ну что ж, это была программа «Диагноз недели». В студии работали врач-психиатр Арелий Хрисник-Март.